Ну что, наверное, будем начинать. Еще раз всем добрый вечер, коллеги. Начнем. Во-первых, хорошо ли меня видно-слышно. Поставьте плюсик, если хорошо видно-слышно. Если есть проблемы, напишите в чат минус. Ну и опишите, что произошло. Ну, отлично, да, мы уже проверили. Связь есть. Можно продолжать. Меня зовут Фетченко Кирилл. Я старший разработчик неиквант. Занимаюсь разработкой серверного ПО, прикладного ПО, системного ПО. И тема нашего сегодняшнего вебинара – это веб-сервис на Rust. Мы рассмотрим реализацию простенького сервиса на языке Rust. с помощью веб-фреймворка Actix, который, кстати, до недавнего времени был одним из быстрейших. Несколько лет он держался в топе бенчмарков. Сейчас он конкурирует за первое место в миллисекундах с фреймворком на C++. На этом фреймворке мы реализуем сервис, который будет пользоваться базой данных Mongo. И кэширование будет организовано с помощью Redis. Дальше подробнее расскажу. В правилах нашего вебинара активно участвуем, задаем вопросы в чат. Я вопросы могу не сразу увидеть, могу не сразу ответить, чтобы закончить какую-то мысль, но обязательно постараюсь ничего не пропускать. Цель нашего вебинара сегодня научиться пользоваться фреймворком Actix Web, познакомиться с инфраструктурой Rust в области бэкэнд-разработки, посмотреть, какие особенности Rust и как применяются на практике в реальных проектах. Так, простой сервис, который мы сегодня будем рассматривать, это доски с задачами. Такой, можно сказать, классический пример. Очень много его реализаций учебных. Ну, будем делать достаточно простую реализацию. У нас будет, ну, во-первых, доска с задачами. Этих досок у нас будет несколько. Их можно будет добавлять, изменять, удалять. Также можно будет на каждой из досок создавать задачи, переносить между разными категориями, между разными стадиями выполнения задачи, менять их, описание, имя и удалять. Ну, и чтобы было поинтереснее, помимо простого CRUD, CRUD – это аббревиатура англоязычная, расшифровывается как Create, Read, Update, Delete. Это стандартный набор операций в базе данных с данными. Ну, и без этих операций не обходится практически ни один веб-сервис. Так, ну, опишем требования более подробно. CRUD операции над досками с задачами. CRUD операции над задачами, которые у нас на досках находятся. Получение списка задач для конкретной доски мы реализуем. Стриминг событий о изменении доски, чтобы нам не приходилось обновлять постоянно данные с каким-то таймером, например. Мы дадим возможность получать уведомления о изменении данных на доске. Дальше рассмотрим также способ ограничения числа запросов с одного IP, чтобы нас не заспамили запросами. Ну, и логирование запросов и ошибок. Ну, сегодня мы презентацию будем смотреть по минимуму. Основную работу будем вести в среде разработки, где я буду показывать написанный код, ну, и комментировать его. Ну, вот в этой среде разработки я продемонстрирую как раз-таки реализацию сервиса, и структура этой реализации примерно такая. Сначала у нас запросы поступают на обработчики запросов. Дальше эти обработчики у нас разделяют запросы в зависимости от их типа на два сервиса, внутренних программных. Это сервис, который управляет досками и задачами. Дальше через слой кэширования мы обращаемся к базе данных. В случае возникновения ошибки на любом из уровней мы прерываемся и отправляем ошибку в ответ на запрос. Сервис у нас будет возвращать данные в формате JSON. Клиента я писать не стал, поэтому будем запросики слать, чтобы посмотреть, как он работает через Postman. Postman – это утилитка для отправки запросов как раз-таки. То есть приготовил список поддерживаемых запросов. Немножко поиграемся. Сначала посмотрим на код. Так, ну с чего начнем? Давай сначала рассмотрим список того, что в нашем проекте используется. Это Cargo.toml файл. В нем перечисляются, помимо настроек системы сборки, она называется Cargo в Расте, помимо нее перечисляются список зависимостей нашего проекта, то есть сторонние библиотеки, которые мы собираемся использовать. Так, ну и давайте по порядку пройдемся. .env библиотека, которая позволяет нам довольно-таки просто загружать в переменные окружения переменные из файлов .env. Сейчас я покажу. Ну, в данном случае и в этом файле я храню 4 переменные. Это уровень логирования, имя файлов, которые писать логи и connection-стринги, строки для подключения к Mongo и к Redis. В данном случае я просто на локальной машине развернулся, да, Mongo Redis. Так, дальше сам фреймворк для создания веб-сервиса Actix Web. Крейт в Расте принято библиотеке называть крейтами. В переводе коробка, Cargo, погрузчик. Ну, в общем-то, такие аналогии портовые приняты. Так вот, лог – это крейт, позволяющий вести логи. Он предоставляет только фасад, то есть он предоставляет, скажем так, общий интерфейс, по которому… функции из которого я буду использовать, а под этими функциями могут лежать разные реализации логера в зависимости от моих задач. Вот в данном случае я использую реализацию ферн в библиотеке. Так, Chrono отвечает за получение данных о текущем времени, редактирование, суммирование и прочие операции над временем. Serd – это библиотека сериализации и десериализации. Serd. Она позволяет довольно-таки просто на структурах, ну, вообще на разных типах в Rust, и добавлять к ним операции сериализации и десериализации. Так, вот вижу вопрос. В докере запускать библиотеку от .env будет брать значение переменных окружения. Ну, значение переменных окружений, они как бы по умолчанию в программе присутствуют. Я могу к любому обратиться. .env просто дополнительно подгружает их из файла, добавляет к уже имеющимся в окружении. Ну, поэтому в докере я этот файл .env… Ну, вот этот файл, собственно, подкину в директорию с программой, и она у меня запустится. И этот файл библиотека .env читает. Пожалуйста, вам спасибо за вопрос. Так, ну, я продолжу. Краткий обзор библиотек, используемых. Так вот, серди – это библиотека сериализации и десериализации, и на базе нее строятся сериализаторы и десериализаторы в разные форматы. В данном случае я буду использовать серди.json для получения данных в JSON-формате и десериализации их. Дальше. MongoDB – это клиент для Mongo, собственно. Redis – клиент для Redis. В данном случае у Redis строка побольше. Тут я, помимо версии, вот это краткая форма записи. В Redis я использую полную форму записи, формат HTML, и здесь я указываю, помимо версии, фичи, которые я буду использовать. Ну, вот, например, я буду использовать асинхронные запросы в Redis, которые будут происходить на базе исполнителя асинхронных задач Tokyo. Ну, это, можно сказать, асинхронный фреймворк. Об асинхронности я тоже немножко упомяну попозже, подробнее. И Connection Manager для контроля за подключениями. Так, This Error – это библиотечка, которая предоставляет макросы для более простого, для более простой обработки ошибок. Эти макросы позволяют сохранить некоторое время, писать boilerplate код в большом объеме, преобразование ошибок друг с друга, текстовое описание ошибок. В Расти это немного не лаконично по умолчанию. Вот эта библиотека добавляет лаконичности. MIM-библиотека позволяет получать список форматов. MIM – это Application JSON, это нужно для HTTP-запросов. Tokyo, я уже упомянул, это у нас фреймворк для асинхронности. Tokyo Stream – это его некоторое расширение, которое позволяет нам создавать асинхронные итераторы над данными. То есть итерироваться по данным асинхронно. Так, AsyncTrade – это библиотека, которая нужна, пока в Расти не стабилизировали возможность делать в трейтах асинхронные функции. Эта библиотека представляет макрос, который функции в трейтах преобразует в соответствующий вид, чтобы Раст компилятор понимал их. Так, ActX-сервис нам пригодится для того, чтобы писать свой промежуточный слой middle-bio, так называемая. В данном случае это будет ограничение количества запросов от одного IP. Так, Futures тоже там нам пригодится для асинхронности, и она представляет некоторые полезные утилиты, так же, как и Pin Project. В Расти асинхронность реализована на несколько более низком уровне, чем в высокоуровневых языках, там, например, в C-Sharp или в Java, где все уже продумали за нас, где-то под капотом есть, ну, в рантайме спрятан thread pool, на который у нас задача сыпется. В Расти это все, ну, рантайм в нем практически отсутствует, поэтому это все возложили на библиотеке. Так называемый экзекьютор задач, очередь задач, алгоритм перебора задач в этой очереди. Мы этого еще немножко коснемся сегодня. Так, ну, теперь можно начинать рассматривать саму реализацию. Начнем мы ее с функции main. И вот тут сразу перед функцией main мы видим некоторый макрос. Этот макрос предоставляется нам библиотекой ActXWeb, и он позволяет нам делать функцию main асинхронной. По сути, этот макрос разворачивается в такую же функцию main, только все же, так, будет ли запись. Да, запись будет на YouTube доступна. Итак, по сути, этот макрос разворачивается в такую же функцию main, только все, что внутри нее, будет завернуто в асинхронный рантайм. Потому что, чтобы вызывать асинхронные функции и делать операцию await, мы должны быть в некотором асинхронном контексте. Этот асинхронный контекст можно запустить, запустив рантайм, например, вот я упоминал Tokyo библиотеки. Запустив ее рантайм, я смогу внутри него вызывать асинхронные функции, делать await, и все у меня будет хорошо работать. Для этого я, чтобы не писать в каждом проекте один и тот же код, использую вот такую функцию. Вот такой макрос над main и асинхронный main. Так, ну и давайте здесь тоже по порядку. .end библиотека, мы о ней говорили. Здесь она у нас в этой строке загружает в наше переменное окружение, соответственно, переменные из файла. Так, есть функция initLogger, давайте в нее перейдем. В данной функции я как раз-таки пользуюсь загруженными переменными окружения. Такой синтаксис их загрузки. Здесь я пишу имя переменной. Дальше я делаю некоторую операцию, в данном случае onRavOrElse. Эта операция говорит, что envvar, давайте посмотрим документацию, наверное, мелко увеличить, я, наверное, не знаю. Ну, в общем, если не видно, поверите на слово, она возвращает некоторый результат операции. В данном случае, в случае успеха строку, в случае неуспеха, ну, некоторую ошибку. И onRavOrElse говорит, что давай-ка в случае ошибки мы будем использовать вот такое значение. Если нам не получилось получить значение переменной среды, например, если оно отсутствует, то используем такое значение. Так, да, я что-то забыл спросить. Видно ли текст? Так, в режиме презентации, я вот не помню, он на полный экран разворачивается. Тогда в таком режиме мы разворачиваемся на полный экран. На полный экран не очень удобный битхап. Да, я скинул. В принципе, мы даже сейчас этим заняться. Так, что-то у меня ругается на интернет-соединение. Все нормально? Меня все так же слышно? В режиме презентации, да, я понимаю, что лучше, но я тогда не буду видеть чат. Мне придется как-то на него либо отвлекаться. Давайте я попробую шрифт просто больше сделать. Тут как бы надо искать компромисс. Чем больше шрифт, тем лучше видно и тем... Так, что поменялось? Чем больше шрифт... По-моему, не изменился. Среда отказывается делать большой шрифт. Эдит, фонд, все правильно, здесь меняется. Странно, может быть, из-за записи экрана... Да, у меня всегда вот так работало. Говорю, не знаю, почему сейчас она отказывается. Давайте попробуем, как вы пишете. Так, здесь что-то не видно. Так, давайте попробуем вот так. Вот так, думаю, достаточно будет, да? По вертикали что-то помещалось. Поставьте плюсик в чат, если так лучше, так можно ставить. Так, ну и пока жду плюсики еще и в консоли. Сразу поменяю. Там интересно поменялось. Так, ну что, давайте пойдем дальше по коду. Так, звук с мобильного не воспроизводится. Ну, странно. С нашей стороны, скорее всего, все в порядке, если у всех слышно. Я не знаю, может быть, там на YouTube настройки громкости или на самом телефоне. Посмотрите. Так, ну что, давайте пойдем дальше. Итак, здесь я загружаю уровень логирования, преобразуя его в внутренний тип create-a-log. Дальше через pattern builder, который применяется в библиотеке fern для построения логера. В RASTE вообще часто, когда нужно построить некоторый объект, применяется pattern builder. Если у объекта много параметров, зачастую удобнее всего. Ну вот я здесь с помощью этого паттерна создаю логер. Здесь я описываю форматирование, уровень записи, уровень сообщений. И присоединяю сюда в качестве выхода stdr. Это стандартный вывод ошибок. Плюс, помимо этого, если у меня есть переменная logfile, то я также в качестве выхода добавляю, беру chain-функцию, насколько я знаю. Она у нас принимает builder по значению. То есть у меня builder мувуется в свой метод. Здесь мы его теряем. И результат этого метода, который также возвращает builder. Документация, конечно, здесь мелко. В общем, chain принимает self и возвращает self по значению. Вернув self, мы снова получаем наш builder. Ну и в итоге мы делаем builder apply. Это нам делает некоторый глобальный логер. Есть библиотеки, позволяющие делать логирование глобальным, например, с log. Но это требует пробрасывать логер во все инстанции, во все объекты, которые я использую, в которых хочу что-то логировать. В данном случае в учебном проекте это не нужно. Возможно, в некоторых проектах будет полезно, в которых более сложная инфраструктура. Так, внутрь формата строка 77 передается функция строка 77. Да, это синтаксис замыканий. Так, сейчас его найдем. Выделим. Так определяется замыкание. В данном случае в таких вертикальных скобочках, вертикальных слэшах мы описываем список аргументов нашего замыкания, как функции лямбда. Ну да, это лямбда замыкания, похожая к концепции. Описываем список аргументов нашего замыкания, а внутри описываем, что мы с этими аргументами делаем, ну и возвращаем какое-то значение. В данном случае в функции формат мы форматируем наше сообщение. Ну и вот его возвращаем. Так, давайте дальше. Логер проинициализировали. Дальше я инициализирую связи с базами данных. Также из переменной окружения читаю строку соединения с Mongo. Создаю клиент с помощью библиотеки Mongo, которая мне предоставляет, передавая туда connectionster. Делаю await, так как это асинхронный метод, чтобы не тратить поток на его ожидания. Дальше вы могли заметить, во всех практически строках у меня в конце знак вопроса. Знак вопроса – это синтаксис роста, который заменяет мне нечто подобное. Давайте я попробую написать. Так, наверное, лучше там, где у меня что-нибудь возвращается. Вот здесь вот. Скопируем эту строку. Если у нас нет знака вопроса, то у нас возвращается из нашей функции по созданию клиента возвращается результат. То есть, возможно, ошибка. Чтобы это обработать, я буду писать что-то вот такое. Match – это сопоставление с шаблоном. Так, что у нас здесь клиент. В случае ошибки. Return – это не нравится. Понравится ему такое? Что-то не нравится. Так, ну, красным все подчеркивается, потому что среда плохо понимает, как работать с этим макросом. Конечно, да, среда и плагин для нее еще до идеала не доведены. Сыроваты. Так, напишет ли он, в чем ошибка. Но он пишет, что вообще все плохо. Может быть, я сам замечу. Наверное, вот так может получиться. Это не страшно. Новые объявления затмевают старые. Просто я дальше, когда буду использовать клиента, у меня будет использоваться новый. Так, ну, ладно, давайте я где-нибудь в другом месте, где у меня все-нибудь подсвечиваться красным из омакроса, покажу, как это работает. Ну, примерно вот так. Я вызываю функцию, она возвращает мне результат. Я делаю match по этому результату и описываю, что я должен делать. В случае окей я возвращаю, собственно, сам успешный результат. А в случае ошибки я возвращаю из функции error. Ну, если прям хотим увидеть, как работает знак вопроса, то все-таки e.into. это преобразует ошибку от текущего уровня в ошибку верхнего уровня. Ну, в данном случае это у меня динамическая ошибка из функции main возвращается. Она просто преобразуется в текст. В нее все умеет преобразовываться. Так вот, чтобы не писать такое каждый раз руками, я просто пишу знак вопроса. И логика работы такая, как я показал. В случае успеха знак вопроса возвращает мне клиента в клиент, мою переменную. В случае неудачи возвращает из функции ошибку. При необходимости преобразуя ее в нужный тип. Так, дальше мы инициализируем Redis. Ну, здесь примерно все то же самое. Берем из переменной окружения наш connection string. Создаем клиента. Здесь нам еще понадобится connection manager для управления подключениями. Так, это мы делаем через функцию getTogioConnectionManager. Кстати, если мы в нее перейдем, то мы увидим, что при ее сборке используется так называемая условная компиляция. Здесь вот этой строкой выражается идея, что ниже стоящую функцию мы компилируем только в случае, если у нас включена фича connection manager. Как я показывал ранее, у нас в файле toml эта фича подключена, поэтому у нас имеется такая функция. Так. Дальше мы создаем уже некоторый объект из нашей библиотеки кэшт. Заворачиваем его уехал. Заворачиваем его в бокс. Я позже покажу, для чего это нужно. И создаем базу данных. Так, давайте немножко прервемся. Если у вас появились какие-то вопросы, то прошу, задавайте некоторое время. А, да, ссылку ноги точно я забыл. и так. Спасибо. так но у вас она просто так наверно не заработает у вас нужно развернуть у себя redis mongo и указать connection string в переменах окружения к ним тут я заместителей для них не делал чтобы без них работала так ну давайте раз вопросов очень от продолжим если что дописывайте я обращу внимание дальше мы инициализируем наши сервисы то что я показывал в презентации на диаграммке один из сервисов это доски другой сервис задачи можно было бы это объединить в один сервис но это было бы чуть менее интересно и был бы достигнуть меньше образовательный эффект ну и далее мы стартуем наш сервер мы перечисляем все роуты которые мы будем использовать здесь на комментариями на две группы разбил это также кстати шаблон builder используется мы добавляем сервисы работы с досками крут плюс подписка на события добавляем сервисы работы с тасками также крут плюс помимо прочего еще чтение тасок из но для конкретной доски так дальше у нас идет слой промежуточных уровней мы туда добавляем два промежуточных уровня middle view это во первых дефолтный логер он предоставляется самим актиксом и используя как раз таки глобальный логгер который мы проинициализировали вначале через тот же фасад лог который когда я описывал содержимое карго тома файла я указывал что лог это фасад который представить нам интерфейс для логирования и его реализация уже играется произвольно доступ к реализации осуществляется через фасад поэтому логер внутри актикса просто пишет стандартный фасад этот лог и эти логи приходят мне на реализацию в ферн так что дальше помимо стандартного логера еще наш сервис рейт лимитер ограничить количество запросов о нем поговорим тоже чуть позже то есть запрос приходя к нам будет попадать здесь кстати немножко она в обратном порядке идет здесь с каждым вызовом в раб как бы предыдущие предыдущие приложения которое мы ставим up new предыдущее приложение заворачивается в новый уровень в новый слой поэтому у нас рейт лимитер это внутренний слой логер это внешний поэтому когда к нам приходит запрос он у нас попадает на логер логируется дальше падает на рейт лимитер если у нас приходит очень много запросов часто то мы возвращаем ошибку не добираясь до обработчика таким образом не позволяем загрузить наш терроризли избыточно так и дальше мы пробрасываем наши сервисы внутри хендлеров через вот такой вот через такие функции обратно это некоторая реализация инъекций зависимостей в актиксе дальше когда мы посмотрим сами обработчики запросов я покажу как как это используется дальше прикрепляем к адресу и порту определенному в данном случае локал хост и пор 9000 и запускаем также синхронной операции делаем avoid так но на этом функция мы не заканчивается теперь можно углубляться немного во внутренности давайте пойдем по той диаграмм который я показывал еще раз выведом и так у нас запрос поступает поступает на обработчики из обработчиков сервисы и серверов из сервисов через слой каширования в база данных давайте посмотрим как это реализуется начнем с самого первого рубежа это обработчики но в обработчике это по сути обычный раз функции адрес по которому мы обручить попадаем у нас указывается в виде атрибута его можно указать и в указание списка путей к обработчикам здесь можно дополнительно ввести путь но мне больше нравится подход с макросами атрибутами так у меня рядом с обработчиком сразу видно по каком адресу я на него попадаю здесь я комментариями также разделил на группы обработчики для досок обработчики для задач и подписка на события но для досок у нас просто крут create rate up create read update мы читаем список досок это такой rest api если кто-нибудь слышал читаем список досок возвращаем обработчик наверное говорить особо нечего нас в атрибуте указывается метод запроса путь параметры например запросе конкретной доски этот параметр вычленяется из пути вот с помощью такого синтаксиса в данном случае у нас некоторые обертки поэтому приходится написать еще одну строку которая из этой обертки вы разворачивает на случай необходимости по идее его можно по ссылке напрямую передать так ну а давайте вот кстати здесь попробуем у нас здесь наша наша функция ридборд может завершиться с ошибкой попробуем сделать это без знака вопроса то что я вначале пытался сделать мою значит у меня не получилось не поднимать мне было понятно языка ошибки также делаем мать среда нам умеет генерировать паттерны которые могут быть в данном типе так в случае успеха получаем борт и его же возвращаем в переменную в случае ошибки мы делаем не . и это возвращаем а вот наверное из-за чего не работала я забыл сказать что в данном случае мы возвращаем некоторый тип кастом резалт давайте перейдем мой тип резалт из стандартной библиотеки роста который содержит в случае успеха некоторые дженерик тип т а в случае ошибки кастом эрор тип ошибки которые я ввел описал самостоятельно так вот резалта есть два варианта здесь много всего лишнего написано библиотека по сути два варианта ok и r ok это случай успеха это случай ошибки вот когда я вернемся там где я писал когда я возвращаю что-то из функции которая возвращает резалт я должен сказать это какой из вариантов резалта я возвращаю в моей не я забыл написать что я возвращаю ошибку то есть вот это вот r и в эту ошибку я складываю мою вот в этот вариант резалт я складываю конкретную ошибку но и случае необходимости и преобразовать здесь всегда подчеркивает потому что я делаю преобразование из одного из типа кастом резалт кастом резалт и самого себя поэтому призывание самом деле не нужно так с этим разобрались что еще в рабочих еще можно рассказать про инъекцию зависимостей как мы видели в функции main давайте вернемся я здесь подключаю 2 передаю сюда две переменные boards и tasks это мои сервисы которые работают с досками и сдачами и в запросах я могу указать например в запросе чтение доски мне нужен сервис который работает с досками этот сервис у меня через вот оболочку web data сюда пробрасывается автоматически я для этого больше ничего не делаю причем этот проброс осуществляется на основании типа сервиса например в обработчике запроса на удаление задачи я здесь использую сервис таскс и библиотека автоматически понимает что что сюда мне передать так ну задача обработчика получить запрос спарсить параметры о чем мы сказали уже преобразовать эти параметры в известные нам типы дальше используя некоторые сервисы получить данные в соответствии с запросом и вернуть их принципе здесь у меня все это и описано подробнее останавливаться не стоит можно идти дальше а дальше у нас идут сервисы задач и досок давайте откроем начнем с досок так но эти сервисы довольно таки примитивные это некоторая тонкая оболочка надо некоторые динамической базой данных можно было сделать на статике без динамика диспатча но я решил что хоть где-то он должен появиться моем докладе и вот это скажем так неплохое место для него вот у меня мой сервис борц содержит некоторый динамический объект который реализует трейд борц датабейс трейд я взял он как раз таки предоставляет набор крут операций ну и заодно для досок подписку на события их обновления так вернемся доскам код содержится некоторая база данных и здесь в каждом методе который также реализует все то же самое create рейд ритоп дает подписки снизу в каждом таком методе мы но здесь я добавил лагирование того что происходит и вызов собственно функции база данных которые отвечают за на случай об этой за апдейт ретрит и так далее тут все просто ну и в тасках все аналогично шрифты разные по ходу в каждом файле отдельно придется менять он постараюсь помнить об этом так в сервисе задач все то же самое также имеется некоторые базы данных которые реализуют трейд таскс датабейс здесь я трейд разделил особой смысловой нагрузки не несет но пусть будет так два разных трейд у меня для двух разных сервисов используется дальше мы посмотрим как я на реальных базах данных их реализую так давайте небольшой перерыв если есть вопросы пишите в чат и обмена а 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 так но я так понимаю пока вопросов нету так почему именно дим так вопрос в чем вопрос почему я применил дим почему так назвали ключевое слово нужен ли здесь день можно пожалуйста точнее про все это могу рассказать хочу остановиться чем-то одном на том что вас интересует динамическая специализация ну один из факторов наверное который в основном повлиял на мое решение сделать здесь день в том что если я буду делать базу данных давайте вернемся если я буду делать базу данных на статической дисциплиризации то есть через generic тип тогда у меня структура task task будет также generic если у меня структура task будет generic то мне generic параметр придется указывать при создании этой структуры данном случае в функции main то есть конкретную реализацию базы данных дальше когда я буду передавать это в мое приложение в данном месте все сработает хорошо а вот при инъекции зависимостей будут проблемы здесь я на вот на данном этапе не знаю если я если я борц будет generic параметром я не знаю какого типа t при компиляции и компилятор это вывести не может это можно было бы решить вручную посмотреть как это сделано под капотом актикса но я решил здесь не заморачиваться и заодно продемонстрировать как один работает статическая дисциплинация кстати для вас данных буду использовать в другом месте когда буду делать декоратор кэширование для монго так да сейчас сейчас давайте к сравнению с го я чуть позже вернусь и сейчас на вопрос короткий отвечу на последней строчке отсутствует точка запятой это раз значение с функции говоря немного непривычно да это непривычно раз язык основанную на выражениях любое выражение возвращает свое значение я могу написать что-то типа кстати можно увеличить а равно здесь например что-нибудь вывести давайте влог некоторые сообщения и здесь 5 и вот у меня в а запишется моя пятерка то что блок кода возвращает так и вопрос насчет сравнения с го производительной сферы использования так ну в принципе раз с го наверное самые такие прямые конкуренты на этом поэтому вопрос сравнить их я на самом деле на го не работал поэтому опыта личного не имею могу по отзывам по описаниям сравнить вот так взять и изучить значительно проще давайте так сначала преимущество опишу изучить его значительно проще в нем намного меньше концепций меньше таких синтаксических идей работает он по сравнению с другими динамическими языками с языками сборка ему со сборкой мусора довольно таки шустренько многопоточность го реализовано неплохо там есть контроль на в рантайме за дедлоками насколько я помню это преимущество го раз ну раз язык более низкоуровневый например позволяет но у меня сборки мусора позволяет напрямую выбирать где мы размещаем переменные в стеке или в куче упрощает работу с памятью там байки какие-то перемещать и так далее в расти считается высоконадежным языком здесь очень мощные проверки компилятора за счет типизации из-за чего в принципе и появляются всякие синтаксические особенности идеи которые нужно доплатно изучать чтобы доказывать компилятор что мы пишем корректный код компилятор эти наш код проверяет большинство ошибок справляется на так компиляции говорю на гоне писал на в расти могу сказать что подход скомпилировал и значит работает почти всегда почти всегда работает такой подход если есть какие-то ошибки то они где-то в бизнес-логике то есть вы сами неправильно выразили свои идеи чтобы программирования практически не встречается от них очень хорошо своим ситексом своими идеями очень хорошо избавляет так но по производительности за счет более низкого уровня раз должен быть побыстрее говорю я на сгоне работал бенчмарки сам не проводил но в качестве примера могу сказать что дискорд один своих сервисов на сго на 1 переписал потому что пиковая задержка в ответе было довольно таки было выше чем они хотели это происходило из сборщика мусора они не хотели ковыряться сборщики мусора и просто переписали сервис на 1 позволила ему пиковая ошибку снизить значительно но как минимум из сборщика мусора медленнее долго появится дженерики но я слышал за что они там отсутствуют но наверно когда появится дженерики тогда уже нельзя будет говорить что он такой простой дженерики добавляют сложности в изучении языка обычно ну да я согласен так вот я основные преимущества недостатки перечислил насколько смог потому что как я уже сказал сгова не работал но вообще как бы во всех хулеварах между языками один ответ что для каждой задачи свой инструмент да пожалуйста для каждой задачи свой инструмент если нужно быстродействие надежность то раз подходит больше если нужен time to market и меньше времени на образование для специалистов то наверное как то так так ну что давайте пойдем дальше мы рассмотрели как устроены сервисы теперь рассмотрим как встроена база данных давайте для начала без кэширования так да глянем сначала вообще на модели данных модели данных у нас тоже довольно таки простенькие у нас есть доски они задержат имя и описание и айди и есть таски задачи также содержит имя описание и также содержит стадию стадии у нас это энум задача может лежать в блоге может быть в разработке и может быть выполнена кстати можно было ввести на динамические чтобы можно было выбирать количество и описывать их но я решил не усложнять пример так дальше база данных интерфейсик ними уже показывал два трейта для базы данных досок база данных задач интерфейсов я сделал два но реализация у меня для каждого интерфейса будет одна для обоих интерфейсов будет одна реализация просто две реализации одна с кэшированием другая без давайте сначала рассмотрим без кэширования это у нас могу просто в мэйне мы создали экземпляр мангунью клиент так ну и дальше описываем сначала некоторые вспомогательные методы получения коллекции мангу ну наверно стоит команду немножко сказать манга это документоориентированная база данных она позволяет хранить документы которые в формате близком к джейсону представляются поиск документа по индексированным значениям за сложностью от единицы то есть очень быстро происходит документы не имеют фиксированную структуру могут друг от друга отличаться но их структура определяется при чтении при записи она произвольная но при чтении мы должны знать что мы читаем здесь я для монга реализую вспомогательные методы это получение коллекции документов досок получение коллекции документов тасок так дальше общий дженерик метод это получение из некоторой дженерик коллекции значение которое нас интересует сейчас когда мы даем до его вызова я перейду к нему наверное будет понятнее и так create board я вызываю коллег запрашиваю коллекцию досок дальше делаю insert также через примитивы роста у меня вот борт это тип данных роста и он insert коллекцию за счет того что у него реализовано сериалайз сериалайз и десериалайз трейдер такой стандарт дефакта для сериализации десериализации это сердце давайте через данным перейдем сериалайз десериалайз в макросид риф автоматически для него реализуются эти методы реализации он просто рекурсивно и иерархически рассматривает что если данное поле реализует сериалайз то он знает как его сделать как его сериализовать если все поля структуры реализуются реализовать значит мы знаем как сериализовать структуру в данном случае у меня поля простые две строки и option от object id для этого всего сериалайз реализован поэтому структура также реализуется но аналогичным для таски здесь я еще добавил некоторые атрибут он говорит что айди мы переименовываем при сериализации вот так но соответственно при виде сериализации читаем с таким именем значения и мы не сериализуем и не здесь реализуем айди в случае если у нас общем но это сделано для того чтобы у нас это этот же тип можно было использовать при получении например создание доски там мэйди не знаем мы можем послать только name и description и это у нас здесь и реализуется в обычный борт где общем будет но то есть раз войди не будет указан мангу и так в данном случае я добавляю доску так чтение досок чуть посложнее здесь я делаю find по отсутствию фильтра можно так сказать то есть по получаю все документы за счет этого также все делать асинхронно доступ к базе дальше я получаю некоторый некоторую коллекцию результатов и асинхронно из этой коллекции читаю но не коллекции на самом деле курсор и из этого курсора синхронно читаю и добавляю вектор этот вектор завращаю получаю список всех досок дальше читать конкретную доску все примерно также и описывал ничего нового апдейт борт я указываю какую доску что с ней сделать в данном случае установить параметры как вот в переданной в качестве аргумент доски ну и делаю апдейт собственно так при удалении доски у нас чуть интереснее у нас помимо удаления доски удаляются также все задачи которые на ней находятся так на уровне монгу я при попытке подписаться на события изменения доски возвращаю ошибку говорю что монга это не поддерживает если интересно доработать этот пример то можно например сделать на уровне монгу подписку на изменение доски вручную самостоятельно то есть отслеживать изменения хранить список подписчиков и при изменении каждому подписчику высылать данные на уровне кэшированные базы данных там где я использую радис я это сделаю через радис позже туда пойдем так дальше я использую реализую для монгу таск с датабейс трейд здесь у меня методы крейт таск рит таск это для доски то есть для конкретной доски апдейт и белит тут в принципе ничего нового нету ничего такого что мы не рассмотрели для бордатабейс так я говорил что вернусь к методу get by один я сначала писал вот этот код в каждой функции потом увидел что я очень много кода повторяю то есть вот формирование такого запроса обращение коллекции и получение собственно результата и преобразование ошибки при получении результата и я заметил что у меня collection это generic тип я передаю в данную функцию get by id коллекцию по типу который содержится в коллекции у меня эта функция понимает что я пытаюсь получить и собственно так выводится тип для возвращаемого значения так поэтому когда я обращаюсь коллекции find one у меня здесь на данном этапе известно что я в этой коллекции пытаюсь найти какой тип роста и я это использую в нескольких местах после создания когда получаю документ при чтении документа и для тасок и для досок для всего на данном этапе у меня коллекция тасок я ее передаю функцию get by id как могли кстати заметить я нигде шаблонный параметр не указываю выводится компилятором автоматически передаю коллекцию тасок и эта функция возвращает мне собственно тоску так ну помогу наверно все если есть вопросы жду готов ответить да кстати вячеслав чулкин несколько сообщений назад написал что в любой непонятной ситуации компилятор бьет по рукам и тогда поначалу причем это довольно таки болезненно ощущается эти удары по но говорю это вот у меня было первый месяц может быть даже меньше впоследствии я стал благодарен компилятору за то что он защищает меня от нескольких часов отладки зачастую указанием на ошибку и эту ошибку легко исправляю бывали случаи даже когда я строил некоторую архитектуру приложения и в каком-то месте компилятор мне никак не хотел два ошибки там я одним способом сделаю он не пишет одну ошибку я беру эту меняю способ другую реализацию предоставляю он в ней другую ошибку находит и вот так после нескольких способов я понимал что у меня на самом деле архитектуру некорректно многоточных приложениях и исходя из этой архитектуры у меня некоторые данные делятся между потоками небезопасно приходилось архитектуру редактировать для того чтобы добиться безопасной работы и корректности программы со временем раз позволяет можно сказать учит писать более корректный более надежный код не допускать ошибок программирования так но вопросов не вижу перейду к оболочке надо монго это база данных с кэшированием здесь она выглядит чуть поинтереснее помимо клиента редиса здесь я храню некоторый дженерик базу данных в данном случае как раз таки будет статическая специализация здесь я говорю что у меня в моей базе данных есть некоторые тип т и в реализациях так но здесь я в реализации самой кэш делаю тоже смогать не функции установку значения сет в кэш получение значений с кэша удаление значений с кэша так это для подписок вспомогательные методы публиковать события обновления удаление доски так и теперь самое интересное теперь я вот здесь в данной строке указываю что давайте это вот читается так реализовать trade board database для моего типа кэшт в случае если дженерик параметры моего типа кэшт реализует бордатабейс склон не сильно важен важно что я вот здесь вот в своей структуре кэшт заворачиваю тип который случае если он реализует бордатабейс то у меня и кэшт тоже реализует бордатабейс trade но здесь в реализации ничего особенного нету различие только в том что часть методов я просто пробрасываю в базу данных внутреннюю но в данном случае сейчас функции main я продемонстрирую что я сюда передаю датабейс это кэшт от содержащий в себе мангу дб который у меня реализует мои трейд и базы данных и так здесь часть запросов я просто пробрасываю в моем в мангу там где мне кэширование не нужно при чтении доски я пытаюсь получить из кэша значения в случае если это успешно получилось возвращая полученные кэша в случае провала я читаю доску из базы данных записываю ее в кэш и возвращаю следующий раз у меня в кэш и доска уже будет так ну конечно может быть интересно будет посмотреть здесь я использую функцию hset для того чтобы хранить данные иерархически то есть у меня вообще стоит сказать что радиус это хранилище ключ значения там больше большое количество различных операций можно делать со значениями всякие поиски и образование так вот чтобы у меня хранить данные иерархически я по ключу я использую функции с приставкой h она позволяет мне сдавать ключ дальше я имя поля и его значение могу задавать это нужно для того чтобы при удалении из кэша доски который у меня является по сути иди который мне является ключом меня также удалялись все вложенные значения например таски который также в кэше я храню так редборд при апдейте я также обновляю значения в кэше и публикую события что доска обновилась а публикации чуть ниже я тоже скажу так при удалении удаляю значение с кэша публикую события удаления так а вот теперь насчет подписки на события так что у нас тут происходит здесь я проверяю что у меня вообще такая доска есть на которой хочет подписаться создаю канал в расе есть стандартной библиотеки синхронные каналы они но это по сути многопоточная очередь которая позволяет из сендера нам случае tx называется передавать в ресивер данные то есть в сэндре я вызываю сэнд в ресивере потом мы вызываю ресив и у меня мое значение которое через канал передал передается с одного конца на другой так можно передавать много значений в данном случае я использую версию каналов из крейта токио они асинхронные то есть ожидать получения значения его отправку я могу асинхронно через avoid вот я сразу отправляю в канал некоторые сообщения о том что мы подключены connected дальше в редисе я получаю некоторый объект который абстрагирует меня от его механизма подписчика и публикующего события pops up и дальше через это через эту абстракцию я подписываюсь на события с определенным именем здесь channel это по сути ключ по которым события по которым я могу получать и добавлять дальше я делаю току токио спаум это создание нового зеленого потока в токио и он у меня начинает на мой токио рантай накидывать новые асинхронные задачи в данном случае это цикл вайл пока у меня не закончится сообщение и в этом цикле я получаю данные преобразую их тут в строку из формата редиса и в случае события отправляю его то есть я читаю из редиса события ивенты и в случае произошедшего события отправляю их в наш канал из этой функции я возвращаю приемную сторону нашего канала давайте посмотрим где она у нас используется а используется она у нас в борт тасках в борт сервисе она у нас вызывается здесь мы но по сути просто пробрасываем эту функцию также возвращая из нее event message receiver и в обработчиках мы получаем этот event message receiver оборачиваем его в некоторую обертку из токио стрим и актикс поддерживает стриминговые ответы и мы нашу обертку в которой принимаются наши сообщения обновления передаем такой ответ за счет этого у нас при появлении нового сообщения в но при обновлении доски мы посылаем в редис сообщение о том что что-то обновилось редис нам посылает сообщение о том что доска обновилась и мы его передаем это сообщение вот сюда и у нас она отображается на экране так но по кэшированию вкратце пробежался осталось не так много времени можно продемонстрировать как это все работает давайте еще минутку дам на вопросы если появились 18 11 14 14 15 так но пока вопросов не вижу перейду для начала в клиент mongo графический который позволит позволит нам увидеть структуру базы данных вот я здесь создал три доски с именами и описаниями и набор задач каждая из которых ссылается вот они обе ссылаются на одну и ту же доску давайте например сейчас на другую доску давая задачу для этого скопируем сразу и дешник будет немного неудобно клиенты и написать не успел к занятию поэтому через постман так но для начала получим доску get board наш запрос наш адрес слэш борт слэш и дим вводим эти доски получаем вот наша доска и теперь добавим на нее тоску ради доски вот такое описание задачи задача номер шесть описание 2 и она у нас будет backlog отправляем получаем в ответ нашу сформированную задачу с айдиш никами но и с нашими описаниями смотрим в клиент радис и вот нас здесь уже три задачи одна из них ссылается на доску который мы указали но остальном наверное нет смысла демонстрировать все крут операции все понятно можно продемонстрировать подписки самые интересные будет так иди доски у нас скопирован а да только постман буферизует ответ поэтому стриминговые запросы он не выводит у него просто и бесконечный запрос поэтому через терминал можно посмотреть через курл библиотеку я ввел параметр на буфер в курл теперь он ответ не буферизует я ввожу айдишник доски подписываясь на обновление меня выводит сообщение конец которая как вы помните я отправлял первым в канал при подписке поменьше чтобы видеть так ну и давайте у нас для создания таски уже все готово с удачей номер 7 цент но у нас пришло событие что доска обновлена событие можно было сделать побольше подробнее но я решил что достаточно такого что у нас при любом изменении доски можно всю доску перезапросить так пуд борт поменяем например описание доска обновилась и теперь дали борт но здесь у нас приходится быть и что доска удалена да это лонг полин запрос так причем я тестировал в разных местах где он работает в firefox браузере он не работает он также буферизуется в постмане буферизуется работает он в курле с параметром ноу буфер и работает в браузере на базе хроме он там сообщение сразу вводится так ну наверное с кодом можно остановиться все более-менее посмотрели так что здесь удалили доску обновляем вот так же задача с и доски удалилась теперь вернемся так можно можно было бы использовать в сокет но данные задачи я решил не добавлять еще одну библиотеку а воспользоваться возможностями аптекса он в себе в соке не несет ну и в соке то он все-таки отчасти про обмен данными наверное здесь я просто транслирую события ну то есть тоже вполне себе валидный подход почему бы нет так но на это наверно можно уже заканчивать немножко рефлексируем пока может писать свои вопросы на слайде цели вебинара научиться пользоваться актиксом познакомиться с бэкэнтов инфраструктурой и посмотреть как особенности раз применяются на практике но вот на особенности храста я старался подробнее останавливаться бэкэнтов инфраструктура но частично это работа с базами данных мини библиотеки там типа серды и прочего насчет треймворка актикс веб ну так вкратце я описал принципов работы мы создаем некое приложение в котором указываем пути к нашим обработчикам запросов передаем данные для инъекций зависимости накручиваем на это все несколько слоев промежуточных там для управления количеством запросов для логирования и подобных операций и все это запускаем многое в задачи развертывания сервиса сервера актикс конечно автоматизирует так если еще вопросы я подожду пока вы пишите вопросы здесь на слайде qr-код ведущий на ссылку содержать себе ссылку на курс раз девелопер старт обучения уже скоро 28 октября 21 октября состоится день открытых дверей так про рокет скажите пророкет я скажу мало я даже не помню ввели ли в него уже асинхронность потому что я с ним тоже не работал я как-то начал на актиксе меня впечатлило его выступление в бетчмарке в фреймворков был на первом месте я на нем и остался рокет не помню некоторое время назад был синхронный возможно сейчас уже в него добавляя синхронность сейчас я не скажу но говорю наверное сейчас не отвечу без подготовки можно изменить формат же сон например я хочу понятные и досок и задач это можно сделать если вручную реализовывать так но если я правильно понял мы говорим сейчас о том что запрос вот в таком виде приходит нам это можно сделать если как я показывал у нас для моделей сериала с으ешелализе реализуют автоматически т.е. сереализуются ли не реализуются мои модели так как придумано вот в этом макросе дерев для этих для этих трейтов я могу видеть рейта реализовать вручную для этого мне придется вручную сереализовать и парсить мои поля и там уж я могу делать все что захочу преобразовывать формат как захочу убирать ненужные поля переименовывать все что захочу ну в общем имею полную свободу в данном случае я решил что не так страшно иметь такой ответ вообще наверное концептуально не очень правильно конкретный тип как видно из mongo конкретный тип вводить на уровне типов на уровне моделей данных наверное стоило здесь вводить просто строки и уже на уровнях более низких на уровне работы с база данных парсить зависимость только я базу данных использую потому что теперь мне чтобы поменять базу данных придется менять также и все промежуточные слои которые тот же тади используют не очень корректно делать не стоит раз в целом ну изначально разрабатывался системный язык для системных низкорунивых задач но вот со временем он оброс хорошей инфраструктуры и сейчас он рвется во все сферы наверно самая крупная сфера применения раз то это блокчейн вакансии большинство сделали несколько фреймворков реализацию на 1 для блокчейна ну а так есть зарождающийся геймдев на расти даже коммерческие проекты некоторые на расти пишут в геймдеве но веб на расти развивается в фронт-энд раз сейчас пытаются закинуть через вас еще сферы применения можно вспомнить видел пару статей как в мобильной разработке раз использовали с андроид с джавой ну так наверное все что вспомнил так на работе раз используйте до активно использую раз на работе до этого я несколько лет на си плюс плюс разрабатывал и вот когда я начал заниматься раз я понял что на си плюс плюс больше не хочу писать никогда но и какие-то новые проекты новые модули пишу на расти если нужно стыковать си плюс плюс если это не сильно повязано на си плюс плюс типах то я пишу на раз библиотеку си интерфейсом и на си плюс плюс ее подгружаю много времени не занимает стыковка плюс есть даже автоматические генераторы для подгрузки библиотек как на расти так и на си плюс плюс и сичного интерфейса до для франта помню название из трех букв чат там а а сейчас не вспомню название но вода фрейборк пишут графический на расти для франта но даю спасибо за ссылку надо так что я пропустил вроде вопросов я пропустил но у меня нету я на самом деле этом этот довольно таки далек поэтому наверное я здесь не подскажу но для самых популярных этот систем у раст вообще есть скажем так система киров это там первый второй третий насколько я помню первый тир это когда все точно собирается точно работает точно протестировано второе когда все точно собирается точно работает но не до конца протестировано а третий тир когда там на ваше усмотрение вот для большинства для популярных мбд систем у нас там первый второй тир для менее популярных сейчас в третьем тире все библиотеки компиляторы для роста находятся но вообще одна хабре много статей на тему разработки на расти можете почитать полдесятого доходит наверное надо прощаться интересен раз приходите на нас на наш курс там будет еще много о нем все в подробностях расскажем сейчас я бегло пробежался на предыдущих занятиях на время на всякий случай если кому интересно просканировать корр код но можете просто google вести раз девелопер от us пожалуйста спасибо за интересные вопросы за участие в обсуждении еще раз всем спасибо за внимание до свидания надеюсь увидимся на дне открытых дверей и впоследствии на нашем курсе всем спасибо счастливо так чуть не забыл нужно еще скинуть опрос в чат о том как я провел урок давайте буду благодарен за ваше участие в вопросе еще раз всем счастливо до свидания всего хорошего